А я хочу пригласить Александра Николаенко, известного прозаика, который, как мне кажется, пишет прозу именно как стихи. Это поэтическая проза, и мне кажется, вы сейчас должны это услышать. Александра Николаенко. Здравствуйте. Вот у меня, я попробую, значит, очень странно получилось. Я, конечно, вот как раз в этом смысле подготовила, но сегодня, вот прям утром, написала по поводу квартирного вопроса. Очень страшная сказка, не только не сказка, но очень страшная, пугающая. Просто я делаю так, вот эти страшные сказки, они меня, скажем, напугают, а потом я пишу опровержение. То есть человек не до такой степени скотина, до какой ты его вот сейчас, в данный момент написала. Я кусочек прочитаю, вот как Андрюша сказал, кусочек, и как раз, по-моему, как Ген, вот сейчас читал, как раз вот про это. И хочу, если успею, вот эту вот страшную сказку прочитать. Ну, в общем, если успею. Ген. Издалека, откуда-то оттуда, с той стороны темнейшей реки, веселый лай просвет вверх стоговорон и рассыпает зеркало в разбитом. Глаза закроешь, все в тебе исчезнет, как будто в дом вошел пустой и темный. Дверь прикрыл и прислонился к ней. И вдруг из этой глубины без окон рождается стремительный поток. Касание крыла, плеск рыб, дыхание, ветер. Накидывая сеть, дрожат и плавятся на солнце тени. В стеклянных пальчиках волна перебирает солнечные звездочки свои. Замечательно. Спасибо. Телефон зазвали. И вдруг из этой глубины без окон рождается стремительный поток. Касание крыла, плеск рыб, дыхание, ветер. Накидывая сеть, дрожат и плавятся на солнце тени. В стеклянных пальчиках волна перебирает солнечные звездочки свои. Трещат кузнечик, муравей бежит. Как будто музыка течет через тебя. Она течет из тишины, как небо по реке, к открытым шлюзам. Как будто сквозь и воздух, сквозь и тени, свет, Сообщный хор бесчисленных миров, Что корни превращают в щупальцы невидимых зверей, Невидимых существ и оживляют травы. И каждая травинка здесь тебе, волшебнику всего, смычок творения. Теснятся призраки берез, как странные видения снов твоих. Таинственный поток сознания берет начало там, где сердце стук. Тук-тук, как центр мироздания, мгновение короткой тяжести земной. Осенний воздух, солнце на воде. Не видя и не понимая смысла, слышишь, Тебя еще не десять даже лет, а этому всему. Зажмурясь, с камушком в руке стоишь на берегу, Одним движением разбить способный, Зеркальное движение птицы в облаке пруда и тишину на крик, Рождающий ответ в вершинах сосен, небо синеве, И отвечающий всегда. Река качает берега, Янтарной ряской от волны ракетой набежит, Чернилами коснувшись сапога, Перебирая голыши, Сползет, шуршая тихо. А в черной лужице, Гранат, руды, налмаз, Твоей руке погасло, Как будто на секунду приоткрыло тайну времени года. Тебе хотела показать, как быстро. Ну вот, это вот как раз, Это вот из Муравьиного Бога, Это большой роман, Большой роман, называется Муравьиный Бог, И он как раз написан вот таким вот, Ну вот, в общем, как это написано. А вот даже не знаю, читать эту страшную сказку, Не сказку или нет. Так оставим. Конечно, ничего. Вы считаете, что ты так проанонсировала, что... Я проанонсировала, Но это правда страшно, Это правда, в общем, о нас, И одновременно она неправа, Да я просто еще, скажем, не исправила. Не написала другого, Повергающего это... До ковчега называется. Все спасемся, товарищи. Слава Богу, жизнь вечная, Ибо вечность ее питаема, С тварью в тварью. Сам Господь велел, Ешьте, пейте тело мое причастное, Пейте, ешьте друг друга. Ибо смерть свиньи и коровы, И вот курицы и яйца, Где неважно, с яйца ли, Начаты ли, с курицы, Это все жизнь дарует. Ибо жизнь и есть смерть, И вечное продолжение, Ибо смерть и есть и начало. Вот один из нас тут выдумал, Против Господа Бога нашего и закона, Его изначального, Из телесного, Скажем так, в непричастное, Есть не буду, сказал, Да и все, Никого не съем более, Никогда. Так привыкнул, Привыкал, привыкал, Рез голоду товарищей помер. А вчера в облегчение радостное Пришли мы искренне От картины видеоролика С миллионами и миллионных лайков просмотра. Там, значит, так, Там, как в бременских музыкантах. На большой собаке по улице едет кот, На котовьем хребте едет мышка, Приторочена сумка к боку собачьему, Им хозяин и дрессировщик их таким образом На пропитание собирает. И себе, и им всем хватает. Но, однако же, Что было бы, Если б, неумиленные этим зрелищем, Дружным этим сожитием, Непривычные к подобному щедрые, На подаяние зрители, Вероятно, первой погибла бы мышка? Нет, так нет. Может, кошка. А теперь представим ковчег. Потоп и спасение. Дело рук самих утопающих, Как Мюнхгаузен. Он же сам себя за волосы приподнял. И так, Каждой тварью по паре, И каждая возле трапа жизнь или смерть. Тварь зубастая, Тварь клыкастая, Ядовитая, броневитая, Тварь богатая, Тварь трусливая, Очень хитрая, Тварь красивая, Тварь рогатая и в шерсти. Всех по паре, Чтобы кладиться после потопа. Кто же выжил там, На ковчеге, Тоже выпал с нора, А иначе Зайца волку пропустит на ковчег, Тигру эту тупую мартышку. Удивительно даже, Господи, Как же все мы, Честно тебе сказать, Все творения твои, Кроме нас самих, Ненавидимы. А в троллейбусе, Каждый лучше другого влезть, Господи, У тебя. И в этой толпе, Как же нам не назвать бараном И сволочью ближнего, И если еле теплится впереди. Или нет о нас, Господи, У тебя такой правды. Уступить, что ли, Место, Господи, Крупные гадени, Мелкой сволочи, На ковчег. Но не против ли Природа нашей Такую данную Это будет. Нет, согласны. Есть исключения. Это да. Был один. Да ведь мы его распяли. Все равно не против. Но нет, так нет. Но да это пока, Так сказать, До следующего ковчега. Спасибо. Спасибо.